Подведены итоги 21-х республиканских абайских чтений среди старшеклассников. Стоит отметить, что в традиционном ежегодном конкурсе команда Восточно-Казахстанской области заняла первое общекомандное место. В состав сборной команды вошли два ученика из города-семей, которые завоевали победу призовые места в разных номинациях. Республиканские абайские чтения прошли с 23 по 25 августа. В связи с пандемией коронавируса в этом году традиционный творческий конкурс впервые был организован в дистанционном формате посредством платформы Zoom. В мероприятии приняли участие команды из всех регионов страны, а также из городов Нур-Султан, Алматы и Шымгент и из республиканских образовательных организаций. Успешным стало участие в абайских чтениях жительницы семьи Айданы Сериккали. Она учится в 11 классе в школе номер 39. В номинации «Выразительное чтение» наша землячка заняла почетное второе место. Сегодня стихи Абая стали для меня ориентиром и моей жизненной позиции. В настоящее время я знаю наизусть 220 стихотворений и две поэмы Абая, а также 50 стихотворений его ученика Шикарима. Я считаю, что следовать пути таких великих людей – гражданский долг. Конечно, Айдана добилась этой победы не за один день. Она участвует в абайских чтениях с пятого класса, из года в год изучая творчество Абая и увеличивая количество выученных стихов поэта. Сегодняшний ее успех – это итог кропотливого труда. В заключительном республиканском этапе абайских чтений приняли участие 125 учащихся. Они состязались в шести номинациях. В числе лучших оказалась еще одна ученица из семьи Шрахт-Любек из школы номер 47. Я получила много хороших впечатлений. Я была уверена в своих силах и что завоюю призовое место. И я рада, что мои надежды оправдались. Я сразу не достигла таких успехов. До этого много раз я участвовала в разных конкурсах и олимпиадах и завоевывала призовые места. Надеюсь, что в будущем я улучшу свои результаты. По итогам абайских чтений 48 учащихся стали победителями и призерами. Они были награждены дипломами и медалями Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также ценными призами.